На этом видео четко видно, как молодой и вполне приличный мужчина пришел в мечеть, однако так и не зашел вовнутрь. Сделав вид, что разговаривает по телефону, он снял свою обувь, подошел к стеллажу, достал другую пару ботинок, надел их и ушел. Подобный факт регистрируется практически каждую неделю. Хотя, по словам представителей Казията, с установлением видеокамер число краж в мечетях сократилось. Краж в мечетях в этом году, сравнение с прошлым годом, уменьшился. Как говорится, 60% мечетей города установили камеры. Поэтому, я думаю, они стесняются, или органы милиции разбираются с этим. А вот в больницах, наоборот, число фактов кражи ценных вещей увеличилось. Так, накануне в детской поликлинике номер 3 у женщины украли деньги, которые она собирала на операцию сына. А в национальном госпитале у девушки ранним утром украли дорогой мобильный телефон. В свою очередь, в больнице поясняют, что за всеми они не могут наблюдать. И поэтому заранее предупреждают пациентов не оставлять ценные вещи без присмотра. Некоторые пациенты последовали этому совету и стали более осторожны, чтобы не стать жертвой воров. Это, конечно, ужасно, что воруют прямо в палатах. И как они только умудряются пройти сюда. Я всегда свои ценные вещи храню в безопасном месте. Люди бывают разными, поэтому каждый человек должен быть внимательнее. По словам большинства жителей, на сегодня в больницу, а точнее прямо в палату, может войти любой незнакомый человек, представившись родственником пациента. Есть и моменты, когда койка превращается в торговую точку. То есть продавцы заходят к больным и пытаются продать им свои товары – полотенца, постельное белье, косметику и другие вещи. Почему-то именно разного рода торговцы, а также мошенники, легко входят к пациентам. А вот родные с трудом посещают своих родственников. Мы не можем за всеми проследить, но здесь постоянно дежурят медсестры, контролируют, кто заходит, кто выходит. Да иногда некоторые граждане, представившись родственникам, заходят, чтобы продать свои товары. Но мы, если их увидим, то сразу выгоняем. Но за всеми проследить сложно. Но после подобных случаев в национальном госпитале планируем установить видеокамеру. Мы всегда пациентам говорим – будьте внимательны и не оставляйте ценные вещи, где попало. По информации правоохранительных органов, кражу в подобных местах в основном совершают группами. Так, после проводимых расследований была задержана группа молодых парней, которые по очереди приходили в мечети и воровали ценные вещи. Примечательно, что большинство задержанных – вполне себе приличные граждане. По крайней мере, создают с первого взгляда такое впечатление. А моральную сторону их поступков будут оценивать уже правоохранительные органы.